Приветствую вас, прочитал ваш вопрос и хотел бы высказать пару мыслей на этот счет. Первоначально, как мне видится, проблема кроется в том, что вы не принимаете себя, не любите себя и у вас отсутствует идеальный образ мужчины. Ну то есть вообще образ мужчины как таковой. Вы рассказываете о том, как ваш мужчина постоянно говорит вам, чтобы вы худели, чтобы вы сбрасывали вес, чтобы вы что-то делали. И так далее. Но при этом вы не говорите о том, например, когда вы потолстели, с какого момента вы потолстели, что заставило вас потолстеть и так далее. Чего вам не хватает. Знаете, чтобы похудеть и вообще начать что-то делать, нужна цель. То есть четкая такая вот понимает, для чего я это делаю. Я это делаю, чтобы что. Вот именно я сама. Конкретно должна быть цель. Чтобы вы понимали сам, что вам будет от того, что вы похудеете. И похудение, оно как бы должно быть интегрировано в вашу жизнь. То есть это не просто вот какой-то отдельный вид деятельности, да? Похудение ради похудения. Это вот именно так не работает. А именно интеграция в деятельности. То есть похудение как средство. Если вам в вашей жизни все нравится, если вас все устраивает, то и худеть не надо. И вы правы, когда говорите о том, что меня должны так любить, а меня должны так принимать. Вы правы, действительно должны, но не принимают. И здесь барадокс. Дело в том, что вы обвиняете своего мужчину в том, что он не дает вам подарков, что он не говорит вам, что вы его любимый, что вы никуда не ходите. Ну, а в начале-то как было? В начале-то как ваши отношения складывались? Вы всегда Никуда не ходите. Он всегда себя так с вами вел. Вы всегда были такой вот, условно говоря, полный. Или когда вы познакомились, вы были стройны. А потом-потом начали выполнять. Понимаете, вот эти вопросы, они остаются подвешенными в воздухе. Вы на них не отвечаете. Вы говорите, у вас нет подруг и есть приятельницы. Почему нет подруг? Были ли когда-то? Вы говорите, что живем с мужчиной, летом два дня должна быть. А сколько живете-то с мужчиной? Вы говорите, что нет никакого желания худеть и приводиться в порядок. Ну, это понятно. Там будет там нет мотива. Мое времяпровождение в интернете со сладким. А чем-нибудь другим заниматься хотелось бы? Какие-нибудь интересы, взгляды? Вы говорили, что вам ничего не интересного. Вы говорили, что вам ничего не нравится, кроме бизнеса. А как бизнесом начали заниматься тогда? Для чего? Вот с какой целью вы занимаетесь бизнесом? Значит, ваша история, она начинается с того, что вы уже живете с мужчиной. Вы уже обладаете избыточным весом. И непонятно, когда это началось и какая у этого динамика. Вы говорите, что я ему вру, что уходил. Ну, то есть, мужчине своему вы врете, что уходили в спортзал. Не хочу уходить, нет веры в себя. Большой вес тяжело сбрасывать. При этом, что интересно, вы в своем дополнении пишите о том, что у вас 20 кг личного веса. А жиры, они выходят при употреблении определенных продуктов. Я не понимаю, почему я ем от неудовлетворенности в жизни. Да, от неудовлетворенности в жизни. Но это неудовлетворенно связано, во-первых, а тем, что вы не принимаете себя такой, какая вы есть. и при этом вы принимаете, как бы во внимание тот факт, что вас не принимают такой, какая вы есть другие люди и пытаетесь именно для этих других людей быть кем-то другим. Ну, то есть, вот такая, на мой взгляд, довольно веселая позиция, когда вы обманываете других, потому что обманываете себя, потому что не желаете признавать себя вот такой, именно какая вы на данном деле есть. и здесь я бы хотел, чтобы вы постарались подумать, так, а какая вы есть все-таки на самом деле, вот вы-то сами какая. Вы не верные, вы не встроенные, для личного восприятия себя это все не нужно. вы говорите, что вас в три месяца бросил отец, потом появился и перевез вас в Москву. Это вот очень интересно получается. Отец появился, когда вам было 13, и зачем-то, зачем-то перевез вас в Москву. А зачем перевез вас? Для чего? с какой целью он вас перевез туда? Я вот думаю, что было бы очень неплохо, если бы вы сказали бы это нам. с какой целью ваш отец перевез вас в Москву, если он не собирался вас содержать? Ну, это на мой взгляд весьма актуальный вопрос. Далее, начнёт, ага, все эти 13 лет мы ругаемся, по поводу чего вы ругаетесь? Какая основная причина, по которой вы ругаетесь? тоже важный момент. И перестаём общаться. Стоит срок с обиды на отца. Да, у вас с обиды на отца, определенные претензии к нему, обиды, какие-то невысказанные вообще эм, там, не высказанные эмоции, переживания, да, и так далее. Вот, это понятно. Далее, есть зависть. его сын. То есть, вы хотели бы, чтобы он вас возможно обеспечивал, обеспечивал бы так же, как и своего сына. То есть, есть определенные сравнение, есть попытка, попытка, да, попытка сравнить себя и его. Тоже, на мой взгляд, довольно интересный момент, довольно важный момент. Зачем вы сравниваете себя и своего сына? почему, по какой причине вы не принимаете себя такой, какая вы есть? Это ведь, получается, было раньше, еще до того, как вы начали иметь проблемы с лишним весом. у вас сформировалась определенная зависимость от может быть, мнения, может быть, от того, как вам надо себя вести, там, и так далее, и так далее. моментов здесь может быть довольно много, но я хочу, в любом случае, чтобы вы для себя вот этот вот аспект тоже проработали, он важен, этот момент. Какие у вас отношения с мамой? вы говорите, что она тоже снимает квартиру, но какие у вас отношения, как они у вас складывались? То есть, непонятно. Все это, вообще-то, очень важно. Но, опять же, для того, чтобы лучше вас понимать, чтобы лучше понимать то, что с вами вообще происходит, и что с вами сейчас творится. Откуда все вот это появилось? Далее. Вы пишите, я завидую брату. Зависть – это, в первую очередь, неприятие себя. Когда человек завидует, значит, что у него нет самого того, чего хочется, и он вот считает других более достойными, может быть, более значимыми, может быть, и так далее. и так далее. Это вот тоже весьма ошибочный момент. Потому что завидовать кому-то, это значит, опять же, повторю, не принимать себя. понимаете? Вот не принимать себя. А вы получается себя не принимаете. И здесь только нужно понять, почему вы себя не принимаете. с чем связано это непринятие себя. Вот, например, есть брат. Почему вы считаете, что вы должны быть такой же, как ваш брат? Он другой, он больше соответствует взглядам вашего, например, отца, допустим, и, как бы, почему вы считаете, что вы должны тоже соответствовать взглядам своего отца. Особенно, если, как вы говорите, вы ему не верите, вы не верите мужчинам, вы не верите вот как раз тому, что они могут быть верными, они могут быть надежными и так далее. И связано это конечно понятно с чем. Понятно с чем это связано. Связано это с тем, что вы, как бы, в себя не верите. И считаете, что женщина должна заслужить подарки. Ну, это вот очень интересный на мой взгляд момент. Почему? Женщина должна заслуживать подарки и как вы сами считаете вообще, что вы думаете на эту тему. Далее значит, вы говорите, что хоть у меня нет квартиры, хотя ему купить расплюнуть. А вы примите его подарок? вы примите его покупку? Такую вот, какая она и никак не помогает, а должен вот любовь отца. А может ли такого человека любить? И если он вас отвлекает? Любовь ли это? Вы считаете, что если он своего сына всем обеспечивает, значит, он его любит? То есть, любовь у вас это почему-то вот именно обеспечение всем. Но поправьте меня, если я ошибаюсь, любовь не ограничивается только обеспечением материальным. или вы считаете по-другому? Подумайте об этом. Что ж. Значит, да, вы не такая, как он считает, вы должны быть. А вы считаете, что вы должны быть такой? Вы считаете, что вы должны удовлетворять его ожиданием? Вы считаете, что вы должны быть такой, как он хочет, например, вас видеть? Откуда у вас вот подобные представления об этом? Откуда они взялись это представление? на мой взгляд, это серьезная вещь, и они нужно так же с вами собирать. Забегая чуть вперед, хочу сказать, что да, желательно бы полноценная работа с психологом, потому что слишком много у вас так вот проблем, и слишком много одного на другого, одно на другое наложило. Поэтому я думаю, что вам полноценная работа с психологом необходима. Необходим. Далее. все время жду от своего мужчины обман. Может быть, потому что он для вас чересчур значим, может быть, потому что он для вас чересчур много значит, и может быть, потому что он нужен вам. поэтому вы и не верите ему, поэтому вы ищете от него обман. Потому что боитесь, вы боитесь, что он вас обманет, вы боитесь, что он заставит вас страдать, а вы знаете, что вы от него там зависит например. То есть вот здесь тоже об этом я рекомендовал бы вам подумать. Это на мой взгляд важная достаточно вещь, важный момент. далее вы пишете значит так предательство и вы все время сделаете от него предательство. Значит вы все время сделаете от него предательство, но при этом вы не готовы что-то делаете, чтобы он вас не предавал. Тогда может быть вы не предательство боитесь вообще? Может быть вам на предательство вообще все равно? Может быть он вам просто нужен для чего-то вашего для каких-то своих ну может быть для каких-то своих попрерностей для каких-то своих желаний для чего-то своего. Вообще вы что интересно все время говорите о том что вот я хочу любви, я хочу быть любимой, я хочу чтобы мне там что-то делало для меня и так далее и так далее и так далее и так далее но вот интересно что вы сами про любовь не говорите то есть вы сами вы сами как будто вы его не очень любите с вы как относитесь к нему к нему так далее далее значит когда он говорит что если они похудеют он уйдет от дня или не женится ну опять здесь нужно разбирать ваши отношения изначально какими они были в самом начале когда вы только-только начали быть вместе какой были вы каким был он если я имею ввиду мужчину как он к вам относился как он вас позиционировал что он там вам говорил как он вам говорил и так далее потому что то что вы сейчас рассказываете это очень похоже на просто уже знаете следствие какое-то то есть вот следствие определенных проблем когда следствие есть а вот причина не понятна если вы думали что ваш мужчина будет вам давать ту любовь которую вы не получили у отца например ну вы заблуждает потому что не должен он вам давать этого никак потому что вы мужчина это мужчина это отец а у вас вы в своем мужчине видите отца и вы не разграничиваете одного и другого и проектируете свое отношение к отцу на него на своего мужчину и отсюда естественно у вас возникает проблема с первого надо добраться за то потом с тем как вы позиционируете вообще себя сами кто вы какое отношение вы имеете сами по себе по одиннадцать по одиннадцать ага далее уже будет больше видно что вообще можете своему мужчине дать то пока непонятно что вы ему даете то есть то есть вы оберкалите твое отношение к отцу на него а с другой стороны его отношение к вам оберкаливаете на него же как средство защиты он говорит что ему важно чтобы хорошо выглядел и была стройной и подтянутой а так было всегда или разве было иначе а ну тут вы говорите о том он давит на вас так далее это оказывается нехорошо но это уже это уже как бы слежствие опять это не причина давление упрёк и ультиматум а почему не расстанетесь тогда ну то есть вот видите что человек вас не принимает да почему не расстаиваетесь вы говорите так как будто он должен вас принимать вы говорите так как как будто он должен исправиться моментально и всё но у него же ведь есть свои интересы я надеюсь вы это понимаете что у него есть свои интересы у него есть свои потребности у него есть свои взгляды на то на то как должна выстраиваться ну ваша жизнь как должны выстраиваться ваши отношения у меня сложилось такое ощущение что вы всё это как-то вот игнорируете это вот неправильно далее я не хочу худеть он обижается почему не хочу быть ради него красивой так я даже ради себя не хочу быть красивой это проблема самооценки его нужно решать вероятно его не выстраивает мой внешний вид но это очевидно я видимо вообще его не устраиваю меня это гнетет почему чем хотя сам после работы следит в интернете или футбол смотрит ну он же привлекательный за собой следит непонятно а хорошо зарабатывает мама моя не понимает как меня не волнует лишний вес когда у него стройные студентки я не знаю я не понимаю почему я не хочу ходить ну потому что у вас нет собственного мотива почему так прямо ничего не хочу делать с собой потому что опять же момент здесь такой что лишний вес для вас это средство и в первую очередь это средство как бы некое условие что вот если меня примут такой какая и какая я есть вот полная например то я буду там что то делать а если меня например не будут принимать то я не буду ничего делать но это вот не сказать чтобы совсем уж хорошо для вас далее вы пишите что значит например для лицом я ухаживаю зачем чтобы что ходить на фитнес и правильным питанием не хочу вернее хочу нас отрывают вот пример вчера решил начать правильное питание а после поехала в магазин и купила пироженьки мучное ощущение что меня все полностью устраивает и ление я не понимаю скорее всего устраивает либо вы не верите в себя а мужчина немного меня дотрюкал я стал неуверен в себе ну далее идут претензии значит не было ощущение любимой женщины и он вам ничего не покупает а у него было ощущение любимого мужчины чтобы он вам вот что-то покупал вы говорите что вы не чувствуете себя любимой это вопрос того что вы готовы давать сам не только того что вы готовы получать ну и того что вы готовы давать оно получается такая вот знаете довольно интересная ситуация что вы требуете сами а отдавать сами вы как бы не готовы но это вот не хорошо на самом деле и опять же это играется в ваши отношения с мужем до всего происходящего никогда не говорил как я красивый и как хорошо выглядит значит эмммм эммм 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 такой вот у меня к вам будет вопрос получается же ведь эммм что-то поменялось раз вы начали требовать от него подобного или как вот тоже на мой взгляд не совсем понятно здесь все то есть с этим тоже нужно разбираться далее эммм значит далее выпишите эмм так никогда не говорил как я красиво и хорошо выгляжу считаю что это разбалывается и опять же это его мнение и эмм почему вы к нему прислушиваетесь и считаете его правым и почему вы ориентируетесь только на его мнение здесь опять же эмм для меня не очень эмм понятно это этот ваш эмм мотив эмм вот далее 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 выпить может может быть эмм поэтому я плюнул на себя ну почему вы плюнули на себя с какого момента когда и чем вы руководствовались еще нужно избираться так что плюнули на себя вы мне кажется давно а самооценку и любовь к себе вам не прививал никто и это очень большая проблема эмм значит или я заедаю с пустоты в жизни хобби нет 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 интереса к чему-то почему нет интереса были когда-то эмм какие у вас ценности какие у вас взгляды какие у вас предпочтения приоритеты для чего бизнесом занимает вы говорите досуга нет мы никуда не выходим а вы сами без него без своего мужчины куда-то выходите почему у вас ответственность постоянная только на нем а сами вы сами что-либо делаете значит досуга нет а какой бы вы хотели не понимаю причины моего отказа стать стройным но дело не в стройности а в том как вы относитесь к себе на самом деле я сама знаю какая я стройная и уверенная в себе была а почему-то вы стали тогда когда что-то изменилось сейчас я за счетом иду на то что считает что на меня никто не посмотрит но вам ведь это и не нудно получается то есть противоречеств что-то заставило вас начитать полнеть и при этом у вас есть зажатость полага стрева появилась зажатость потом полнота ощущение что я потеряна в жизни и ничего не нужна нет внутреннего удовольствия но это точно дело не в полноте а скорее в ориентирах в определенных внутренних ориентирах еще глупость такая в голове сидит что мужчина бросит меня когда я постарею вернее променяет меня на молоденькую ну если вы будете себя как нацисты точно бросит а вокруг одни такие истории мой отец эм значит женился на девушке которая 16 лет младше меня и до этого было были у него молоденькие мне были 17 он знаком у меня девушки своими которым было 18-20 стык убеждений что женщина после 40 это не нужна что лучше найти мужчину который лет на 15 старше меня я зачем вы серьезно думаете что все дело в возрасте может быть стоит подумать о том в чем еще может быть дело помимо то откуда у меня это все и самое главное почему я отказываюсь вновь стать стройным ну я вам об этом говорил личный вес как защита для меня нет личный вес это скорее средство для того чтобы доказать что вы такая достойная отношение к себе хорошего вообще я предлагаю личный вес рассматривать как некое знаете внутреннее отношение к вам то есть то как вы сами к себе относитесь вообще вот вы же понимаете что помимо личного веса помимо у вас полная нелюбовь к себе тотальное неуважение к себе и так далее и вот это все веркалится лишним весом понимаете а если бы было уважение к себе которое начинается с родителей которое начинается с обид на отца например и так далее то там со временем вытравляя все вот это со временем вытравляя вот эти вещи и ваше ваше отношение к весу в целом оно будет меняться так далее так как выйти из этой ситуации ну в принципе я вам говорил я не хочу ничего делать ощущения у меня устраивает мой внешний вид нет скорее вы просто не верите в то что можете его поменять хотя я знаю что выглядит ужасно просто фух а почему ну есть есть люди которые полные и любят себя и полноватые очень хорошо живут и мужчины у них красивые и так далее дело не в вещи поймите а на них дело в том как вы к себе относитесь сперва полюбите себя перестаньте обвиняться на свои завидования завидовать своему брату определите свои ценности и хобби направления деятельность интересы проработайте причины по которым у вас отсутствуют подруги вот подумайте какая вы женщина занимайте активную более жизненную позицию не в плане еды нет не в плане еды еду оставьте я просто все другое понимаете а потом появится необходимость что-то делать делаем с тем чтобы корректировать свое питание исходя из нужд которые у вас обязательно будут а они будут а пока у вас нужд нет естественно нет потребности худеть а зачем вот так я думаю можно ответить на ваш вопрос надеюсь что помог вам если какие-то дополнительные вопросы остались пишите в личку я помогу вам если понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи до конца удачи